Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казынцева. 11 апреля 1910 года в семье орловских мещан Михаила Дмитриевича и Елизаветы Иларионовны Крестьянкиных родился восьмой ребенок, которого при крещении назвали Иваном. С детства он мечтал стать монахом, но сначала стал бухгалтером, потом священником. И лишь в зрелом возрасте, когда ему было уже 56 лет, он смог осуществить свою мечту. Приняв монашеский постриг, он поступил в Псково-Печерский монастырь, где прожил последние 40 лет своей жизни. И все эти годы к нему приезжали за духовным советом и наставлением люди со всех концов страны и из-за границы. А называли его все, как и преподобного Серафима Саровского, «Пасхальным батюшкой». «Пасхальный батюшка. Детям об отце Иоанне Крестьянкине». Так называется книга, которую мы предлагаем вашему вниманию. Книга «Пасхальный батюшка», вышедшая в свет в издательстве Свято-Елизаветинского монастыря, посвящена отцу Иоанну Крестьянкину, старцу XX века, духовному отцу многих священников, монахов и мирян. Автор книги — белорусский писатель, историк, журналист, книгосценарист, телерадиоведущий, член Союза писателей Беларуси и Союза писателей России Вячеслав Бондаренко. В предисловии книги он пишет. Есть на севере России, в городе Печоры, что в Псковской области, удивительное место — Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. В монастыре живут монахи — люди, которые все оставили ради того, чтобы служить Богу и молиться за весь мир. Псково-Печерский монастырь был основан еще в 1473 году. Это одна из самых красивых обетелей в мире. Высятся на холмах прекрасные храмы с золочеными главками куполов, слышатся дивные молитвенные пени, скачут по ветвям высоких деревьев ручные белки. Тысячи паломников приезжают сюда, чтобы поклониться древним святыням. И все они просят показать им келью, комнату удивительного монаха, который еще совсем недавно жил здесь. Звали его отец Иоанн. Фамилия у него была Крестьянкин. Благодарные гости увозят с собой на память книги об отце Иоанне и его фотографии. А с них смотрит человек в очках. Глаза веселые, седобороды и седоусы. Но просто добрый доктор Айбайлит из сказки. Кем же был отец Иоанн Крестьянкин? И почему память о нем так бережно хранят люди? Даже те, кто не знал его лично. Об этом Вячеслав Бондаренко задумался еще раньше, когда желание осмыслить колоссальное воздействие отца Иоанна на духовную жизнь нашей страны в XX и начале XXI века возникло у самых разных людей. Это были и те, кто общался с батюшкой при жизни, и те, кто знал его лишь заочно, и те, кто открыл его для себя после его ухода. После смерти батюшки появилось много очерков, статей и книг о нем. Прикоснулся к чуду отца Иоанна и белорусский писатель. Его книга о знаменитом старце вышла в серии «Жизнь замечательных людей». И вот еще одна книга, в которой автор рассказывает о жизни батюшки, начиная с его детских лет. Из этого рассказа читатели узнают, например, то, что родился будущий старец слабеньким, сильно болел. Однажды его мама, утомленная бессонными ночами и переживаниями, задремав над Ваниной кроваткой, увидела святую великомученицу Варвару. «Ты мне его отдашь?» – спросила святая, указав на ребенка. Мать протянула к святой руки и проснулась. А наутро Ваня выздоровел. С того дня великомученицу Варвару в семье стали почитать особо, а сам Ваня, став старше, каждый день поминал в молитве святую, которая прибрала его к себе. К последней странице молитвослова отца Иоанна был приклеен бумажный кармашек, в котором лежала иконка великомученца Варвары с надписью «Рукой батюшки», которая много значит в моей жизни. Дом крестьянкиных стоял по соседству с храмом Ильи Пророка, и Ваня с раннего детства начал ходить в церковь. Сперва мальчик приходил на службу просто помолиться, а потом стал прислуживать в алтаре. Крестивший его отец Николай Азбукин бережно давал юному панамарю первые уроки жизни для Бога. Ваня очень уважал отца Николая. Молясь, даже глядя на его фотографию, говорил, «Господи, быть бы мне таким же, как он». Все, кто знал Ваню крестьянкина в детстве, запомнили его веселым, добрым мальчиком, который всегда был готов помочь ближним, заботился о матери, братьях и сестре. Довольно рано еще шестилетним ребенком Ваня понял свое предназначение — быть монахом. Когда в храме в шутку ему показывали на девочек и предлагали выбрать невесту, он серьезно отвечал, «Мне невеста не нужна, я монах». Многое пришлось пережить отцу Иоанну, прежде чем осуществить свое желание. Об этом читатели узнают далее из этой книги. Как уже говорилось вначале, мечта его исполнилась в 1966 году, когда батюшке было уже 56 лет. Как пишет автор, возраст, испытания тюрьмой, переживания и неустанные труды сказались на его здоровье. Несколько раз батюшке становилось плохо прямо в храме. Даже отдых на море не помог. И духовный наставник отца Иоанна, схиегумен Серафим Романцов, один из величайших старцев XX века, решил постричь священника в монахи. Строгий, спокойный и мудрый, он выслушал своего ученика, который рассказал, что в последнее время со здоровьем стало совсем худо, хоть умирай. И старец ответил так, «Не торопитесь умирать, отец Иоанн, предадим вас воле Божией». Так приблизился заветный час, к которому отец Иоанн шел всю свою жизнь. Ему надлежало вступить на монашеский путь. Местом служения ему определили Псково-Печерский монастырь. А послушанием отца Иоанна стало общение с людьми, которые стали приезжать к нему сразу же, как батюшка поселился в обители. А те, кто не мог прийти, писал письма. Присылали их со всей страны и даже из-за границы. Адрес указывали самый простой – монастырь отцу Иоанну. Свет в окне келья и батюшки горел почти до утра. Он отвечал на письма. И вопросы были самые разные, чаще всего очень сложные. Но всегда у него находился простой, ласковый, убедительный и, самое главное, верный ответ. Отец Иоанн Крестьянкин прожил долгую жизнь. Когда наступил момент его перехода в вечность, старцу было 95 лет. Он просто закрыл глаза после причастия и замолчал, словно уснул после многих трудов своей жизни. Обычно так уходят к Богу праведники. Его уже нет с нами, но, как говорит автор, живут его письма, проповеди, есть множество его фотографий, с которых он с улыбкой смотрит на нас. А главное, живет память об этом удивительно светлом подвижнике, настоящем столпе православной веры нашего времени. Батюшка говорил, «У меня нет плохих людей, у меня все близкие и дорогие». Он был для всех родным, утешал, помогал советам и молитвой. Добрый свет его души, его молитвы струятся к нам из вечности и освещают жизненный путь. А его книги, письма, изданные размышления и проповеди помогают людям на пути к Богу. По мнению издателей, книга «Пасхальный батюшка» будет интересна как маленьким читателям, которые только знакомятся с праведниками наших дней, так и взрослым, у которых есть возможность еще раз прикоснуться к светлому образу всеми любимого и почитаемого старца, отца Иоанна Крестьянкина. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok